Йоу-йоу, чё как? Всем привет, дорогие друзья, вы на канале ААА. Сегодня мы смотрим классную тачку, интересную тачку, у которой со всех сторон есть окна, через которых видно всё. Это достаточно интересная особенность. Эта тачка стоит миллион двести пятьдесят тысяч долларов на легендарных мотороспортах. И сегодня, сейчас вы её увидите. Эта машина никак не крута в гонках, никак не крута в ничём, но она необычна. И сейчас по щёлчку пальца мы окажемся уже на городе. И сейчас по щёлчку пальца мы окажемся в городе. Итак, мы в городе, и тачка едет как будто бы какой-то блендер, поставленный на минимальную мощность. Это электрокар, и он очень плохо поворачивает, но очень быстрый для такой тачки, которая совершенно не выглядит какой-то скоростной или какой-то формул. Но звук всегда напрягает. Это не маслка, но всё-таки неплохо. Машина очень поворачивает плохо. Вот, можно заметить, просто я никак не могу влететь в какой-то поворот. Нужно обязательно остановиться и притормозить, и взять этот поворот. Тачка, кстати, хорошо держит на дороге именно вот благодаря сцеплению. Никогда не дрифтит, просто плохо поворачивает. Сейчас мы заезжаем в тюнинг, тюним эту тачку, делаем самый дорогой тюнинг. И проверяем, насколько она будет быстрее. Хотя я уже знаю, что она будет намного быстрее. Хоть и для гонок всё равно не будет годиться. И как я и обещал в конце ролика, нас ждёт сюрприз. Я проверю, у этой тачки разбиваются ли стёкла на крыше. Да-да, в GTA V бывает такое, что сделали тачку, которая стеклянная крыша. А оказалось, когда в неё стреляешь, такое ощущение, что она металлическая. Впрочем, сейчас мы точно удостоверимся. Мы подъезжаем уже к парковочке, которую я выбрал совершенно случайно. Врезаемся в чувака и подъезжаем, чуть не задавив кого-то. Вот, кстати, от первого лица всё выглядит куда атмосфернее. Вот, если мы возьмём вот так вот объективчик и помотаем назад, то мы увидим просто классный вид. Интересно, как это выглядит под дождём. Ни разу не проверял. Мы выходим из тачки, берём пушку и начинаем стрелять в крышу. Правда, не эту пушку, а чуть-чуть не такую мощную. Начинаем стрелять, а это простреливается. Посмотрите, это реально не простреливается. Посмотрите, вот это да, всё хорошо. Как я и говорил, крыша оказалась какой-то металлической, а не стеклянной. Просто не про... А, нет. Нет, нет, началось, началось. Всё, прострелили. Но выглядит это как будто какой-то уже кабриолет. Нет, это уже не машина. Это уже что-то такое. Точно, кабриолет. Правда, с каркасом. На крыше всё равно остались металлические балочки, которые всё ещё держат осколки стекла, которые сыпятся нам на лицо. Но всё ещё всё хорошо. Но, в принципе, тачка выглядит очень потрясно. Вот прям, если не хочется какого-то болида, тогда это просто выбор. Кстати, это машина Илона Маска, но здесь она называется Койл. Вот так.